Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Сегодняшняя наша программа называется «Дела сердечные». И у нас в студии Трошенькина Ольга Владимировна, врач-кардиолог, аритмолог Ульяновской областной клинической больницы. Это отделение кардиохирургии и нарушения ритма сердца. Здравствуйте! Добрый день! Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, вы по версии премии про докторов 2022 признаны лучшим кардиологом Ульяновской области. Скажите, пожалуйста, что это дает, эта номинация? Как вы к этому пришли? И, может быть, скажите пару слов, как вы выбрали эту профессию? Профессию стать врачом я выбрала сразу. В принципе, сколько себя помню, столько всегда хотела быть именно доктором. А кардиологом? А кардиологом уже более осознанно, то есть уже поступив на медфак, уже хоть стала кардиологом. Но на нашем выпуске прекратилась возможность сразу стать кардиологом, и изначально я стала терапевтом. В чем ни капельки не жалею, потому что это... Школа хорошая очень. Школа замечательная, и я в свое время расстроенно приходила к своему научному руководителю, к Шутову Александру Михайловичу, засоветовываю, как быть. Он говорит, не жалей, наоборот, это здорово, потому что ты будешь понимать обо всем. И реально я отработала после этого 7 лет в экстренной больнице, в центральной городской клинической больнице, об отделении терапии. Это то отделение, в котором как доктор Хаус чувствуешь себя, потому что... Со всего города свозится все, что неизвестно, вот, на, разберись, скажешь нам куда-чего дальше, мы уже по узким специализациям его разберем, этого пациента. Поэтому изначально я была врачом-терапевтом, получила шикарный опыт в нашей терапевтической службе, а затем уже прошла обучение на кардиолога, и сейчас работает в отделении кардиохирургии и нарушения ритма сердца в Ульяновской областной клинической больнице. Ну вот ваше отделение, именно нарушение ритма сердца, кардиохирургии, именно с интенсивной, с палатой интенсивной терапией, да, оно было открыто, насколько я помню, где-то в 2016 году, да, в январе 2016 года. Вот скажите, вот за это время сколько пациентов было принято, кому была оказана помощь, и вообще, может быть, немножко скажите о функционале вашего отделения. Наше отделение, оно уникальное для Ульяновской области, потому что на базе нашего отделения выполняются операции на открытом сердце, то есть это высокие технологии, это реально те операции, когда пополам разрезают пациента, открывают сердце, перешивают сосуды, которые питают сердечко, и таким образом дают второй шанс этому человеку. То есть это отделение, в котором получается вторая жизнь человека, потому что это те пациенты после инфаркта, на фоне серьезных гемодинамически значимых стенозов сосудов, питающих сердце, которым уже не помогает индикаментозное лечение, стентирование также уже будет не показано, оно не поможет, то есть это последняя надежда. И кардиохирурги делают очень большой вклад именно в то, чтобы население Ульяновской области оставалось работоспособным, чтобы оно было в строю и чтобы они сохраняли жизнь, потому что только кажется, что ишемическая болезнь сердца – это дедушки, бабушки на скамеечке, старенькие такие, кому за 80. На самом деле, если вы придете в наше отделение, то удивитесь, насколько помолодел состав пациентов с ишемической болезнью сердца, в том числе это пациенты в средний возраст 45-48 лет, то есть это молодые, работоспособные мужчины, это чьи-то папы, то есть это молодежь, у которых, к сожалению, развивается инфаркт миокарда либо прединфарктное состояние, и выявляется именно множественная стеноза коронарных артерий. Это одно направление нашего отделения. Второе направление – это клапанные пороки, то есть мы также протезируем клапаны. Это и приобретенные пороки, да? Это и врожденные, и приобретенные пороки, да. Также прекрасно это все делается у нас. У нас на базе нашего отделения проводится радиочастотная абляция и постановка кардиостимуляторов. Это другой отсек, это аритмологический отсек нашей службы. Также мы единственное отделение, где восстанавливается правильный синусовый ритм пациентам, у кого сорвался ритм, и экстренная помощь, то есть первая помощь, на базе скорой помощи не успели, не смогли восстановить ритм, и у них уже только дефибрилляция, только те утюжки с током, как в американских фильмах, смогут помочь этому пациенту. То есть, поэтому отделение уникальное, отделение классное, работоспособное, с высоким уровнем знаний, потому что мы регулярно посещаем все конференции, все конгрессы, то есть если во время ковида не было возможности учиться очно, мы онлайн подключались, поэтому здорово. Владимир Владимирович, я знаю, что вы кандидат в медицинскую нау, доцент в кафедре терапии, профессиональных заболеваний, поэтому я так чувствую, что научный подоплек тоже есть, есть какая-то база, помогает это все в вашей работе? Безусловно, это помогает, но знаете, что самое основное, я заметила за 15 лет работы в медицине, что кроме хорошо развитых навыков, жестких навыков, то есть ты хорошо знаешь клинические рекомендации, ты знаешь стандарты, ты хорошо знаешь инструкцию от таблеток, кому, чего, как, но это может быть, в принципе, назначить и искусственный интеллект, правильно? То есть и робот может тебе, согласно стандартам. То есть он подходит к индивидуальному подходу. Но здесь еще нужна человечность, то есть порой ты вот вместо психолога, вместо мамы, вместо кого-то близкого родственника должна подойти с добрым словом. То есть, как говорится, доброе слово, оно и лечит. То есть если плохо, то это врач, после приема которого пациенту не стало лучше. То есть, другими словами, это к каждому свой подход. Да, стараемся, да. То есть вы лечите не только болезнь, вы лечите человека, получается. Это замечательно такое. Скажите, пожалуйста, а вот почему-то именно в кардиохирургии, ну и вообще в кардиологии, такой все-таки вот многодисциплинарный подход к пациентам. Вот как вы считаете, почему все-таки вот нужно привлекать других специалистов, других каких-то, да, профессий? Ну мы же сами понимаем, что нет такого, чтобы сердце отдельно, почки отдельно. Да, конечно. Это все единая одна система. И учитывая, что сердце – это как мотор у машины, если мотор отвалился, машина уже не поедет. Все. То же самое и сердце. Если сердце начинает, ну в кавычках, отваливаться, то в данном случае начинают страдать все органы, потому что насос не качает, страдают почки, страдает печень, страдает мозг. Это одна составляющая мультидисциплинарного подхода. Другая составляющая – это атеросклероз, что лежит в основе ишемической болезни сердца. Атеросклероз не будет избирательным только в сосудах, спитающих сердце, в коронарных. Он будет везде. Если уж есть бляшки в магистральных артериях, в питающих голову, то они наверняка будут и в сосудах, в питающих сердце. Поэтому мы работаем всегда комплексно и смотрим наших пациентов со всех сторон. Владимир Владимирович, а насколько важна вообще приверженность к лечению, ну комплиентность, да, по-другому, приверженность к лечению, к рекомендации врачей именно кардиологических пациентов? Безусловно, важна, потому что порой есть такой миф, что тебе сделали операцию, либо тебя застентировали, и все. Все замечательно, жизнь удалась, как бы все, начинаем все с нуля. Нет, то есть в основе всего, как это ни банально, лежит ЗОЖ, то есть, во-первых, нужно начинать понимать, что тебе дала судьба второй шанс, и им нужно воспользоваться. А что именно? Это нужно бросить курить. Но ненормально, если тебе сделали операцию на открытом сердце, потратили бешеное количество денег государство. Да, это по квотам, но за эти квоты платит государство. И ты заново гробишь себя с помощью вредных привычек, то есть отказ от курения, это борьба с гиподинамией, то есть нужно ходить, то есть кардионагрузки. Дигитерная активность. Никто не отменял, да, это правильное питание, это снижение веса. Ведь не случайно при той же фибрилляции предсердия, которая в том числе лечится и оперативным путем с помощью абляции, одним из условий, прежде чем идти на операцию, прижечь отчаг аритмии, это похудеть, то есть скинуть вес. Если пациент с ожирением, выраженным ожирением, то эффективность снижения веса, нормализация веса порой сродни РЧА, операция на сердце, прижигание чага аритмии. Поэтому это основа, это раз. А во-вторых, естественно, без таблеток мы никуда не денемся, потому что все эти процессы, они хронические. И в данном случае у нас есть лечение здесь и сейчас, то есть вот чтобы убрать симптомы, и коронарная шунтира, она убирает симптомы, качество жизни возвращается. Но стратегически, чтобы опять не вылететь на повторную операцию, пациенту необходимо пить статины, таблетки, которые снижают уровень холестерина, и не только пить, но и контролировать свой уровень холестерина, именно вредного холестерина, потому что зачастую смотрят общее, но по-общему мы полностью с вами не можем. Ну, про липидный профиль сейчас говорите, да? Да, да, про липидограмму там есть полезный, вредный холестерин. И вот именно лифопротеницкая плотность нас интересует, чтобы они были ниже, чем 1,4. Если они будут 3, ну как бы, то есть мы ничего не тормозим, процесс идёт дальше, и шанс, что за тромбируем, встанут те же шунты, он присутствует. Также необходимо принимать кровооружающие препараты, то есть аспириновый ряд обязательно пожизненно принимают этими пациентами. Также контроль давления и препараты давления, они никуда не деваются, и если у человека есть гипертония, то они присутствуют. То есть у нас есть та база, ну и бета-блокаторы, которые направлены на то, чтобы сердце не растягивалось, чтобы оно было в тонусе, чтобы стратегически мотор работал правильно. То есть это минимальный джентльменский набор, который присутствует у каждого пациента после перенесённой открытой операции на сердце. Даже после стенсирования они присутствуют. То есть первое, фундамент – это ЗОЖ, дальше – медикаменты. – Владимир Владимирович, а какова мужетизация пациентов вот именно после вашего отделения? Ну, ты пролечился в отделении, там была операция, оперативное лечение. А дальше, вот давайте всё-таки, ну, нас смотрят и медицинские сотрудники, да, и медицинские работники, поэтому, может быть, тоже они всё это знают, но мы немножко тоже расскажем давайте об этом. – То есть после нашего отделения они выписываются в рекомендациях, при выписке им указывается, что принимать, какие препараты принимать. Указывается, подсказывается пациентам, что они имеют право получать бесплатно эти препараты, потому что пациенты после инфаркта, после инсульта, после прижигания чигаритмия, РЧА, после коронарного шунтирования имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение на базе своей поликлиники. Поэтому если пациент полностью сохранный, если у него нет отёков, нет отдышки, то есть прекрасно себя чувствует, то вполне он может выписаться сразу домой. Домой под наблюдение участкового, получается, терапевта и кардиолога. А если какие-то есть нюансы, то мы переводим в кардиодиспансер на второй этап реабилитации. – Владимир, ну вот вы сказали про индивидуальный подход к каждому пациенту, но в среднем всё-таки вот сколько в отделении у вас человек пребывает? Понятно, что по-разному, да, каждая патология, она по-разному, но в среднем вот сколько? – У нас 30 коек, они всегда битком, потому что у нас 20 мужских мест, 10 женских, и они всегда битком, ну, ещё лист ожидания. – Владимир, ну вот по вашему разговору я понял, что, в принципе, вполне так мы самостоятельно ведёте эту работу, то есть вы такие эксклюзивные отделения в областной больнице, да? Но вот есть какое-то взаимодействие с федеральным центром, может быть, как-то вот тоже? – Безусловно, у нас есть, мы пользуемся телемедицинскими услугами, то есть если мы в данном случае видим, что пациент неоперабельный в наших условиях, и что могу сказать, что никогда мы не тянем одеяло на себя, что нет такого, что только я. – То есть если мы понимаем, что в наших условиях есть риски, существуют риски, мы всегда подскажем и подберём, где лучше ему сделать данный вид операции. Допустим, основной состав едет у нас в Пензу, потому что они территориально рядышком находятся с нами, это федеральный центр, на базе которого делают весь массив оперативного лечения. Также мы плотно сотрудничаем с Баклевским центром, с Алмазовским центром, то есть это наши главные учреждения, которые нас, в принципе, и контролируют, и курируют, и которые приезжают к нам ежегодно с тем, чтобы посмотреть на местах, как мы работаем. И вот мы сейчас ожидаем в том числе приезд вначале из Алмазовского центра, затем из Баклевского центра, то есть мы с ними тесно взаимодействуем. – Ну, насколько я знаю, мы настолько тоже в высоком уровне, что и к нашим каким-то советам, и каким-то мнениям тоже прислушиваются, да? То есть я имею в виду, когда взаимодействуете вы вместе с ними, да? – Мы взаимодействуем, и особенно приятно, допустим, вот пример я отправляла пациента на МРТ сердце в Чазовский центр, то есть в данном случае у нас в Ленинской области не проводится, к сожалению, пока МРТ сердце, и это молодой человек, ему 40 лет, у него, когда он обратился, он, в принципе, ведет правильный образ жизни, единственный курит. Он программист с высшим образованием, обратился с тем, что у него появилась тахикардия, высокий пульс и одышка. При обследовании появилась дилетационная кардиомиепатия, то есть сердце растянулось, оно стало огромное, и плохо качает, то есть упала насосная функция, фракция выбраться. Здесь все, что могли, мы обследовали, понимаем, что на нашем уровне мы не можем помочь молодому человеку, отправили его в Чазовский центр, и каково же было приятное мое удивление, когда он приехал назад с обследованием МРТ, говорит, а таблетки, вот что вы назначили, те и оставили, сказали, все правильно, все молодцы, вот пейте так же. Но это приятно, когда твои, скажем так, проверяющие, контролирующие органы посмотрели и не стали придираться, то есть, ну, видимо, не к чему было придираться, поэтому оставили лечение. И это не единожды у нас, такое, в принципе, часто бывает, потому что у нас есть стандарты, у нас есть клинические рекомендации, если ты будешь это все читать, изучить, да, много, да, они постоянно меняются, но тем не менее надо находить время, развиваться, учиться, и тогда будет все хорошо. Владимир Владимирович, а как часто нужно все-таки пациенту после вашего отделения проводить профилактический медицинский осмотр? С какой кратностью? Это прекрасный вопрос, потому что также порой пациенты думают, что они выписались, и все, и всем счастливо, все замечательно. Даже если они чувствуют себя идеально лучше всех, два раза в год нужно обратиться на техосмотр. Как вот машину, мы загоняем на техосмотр, даже если все потрясающе, но раз в год мы загоняем ее, чтобы посмотрели. И если дальняя поездка, тоже обычный водитель там смотрит, чтобы ничего на трассе не отвалилось. Так и у наших пациентов, потому что нужно проконтролировать давление, нужно сверить сахар, что тоже бывает, что диабет появляется, уровни холестерина, креатинина, мочевой кислоты. Там много нюансов, это очень тонкая настройка, где нужно чего добавить, где убавить, поэтому желательно два раза в год все-таки появляться у кардиолога. У нас очень широкая аудитория, у нашей программы. Давайте все-таки скажем, какие симптомы должны насторожить пациента, ну и назовем их красными такими флажками, чтобы действительно человек обратился, ну пусть сначала к терапевту, первичное звено, но потом в последующем уже может быть к кардиологу. Какие симптомы должны, какие жалобы должны появиться у человека? Жалобы, если появляется жгучая боль, чувство давления, жжения, вот именно в грудной клетке, вот здесь, эти боли четко связаны с физической нагрузкой, то есть побыстрее пошли, зажгло, встали, остановились, прошло. Если эти боли отдают в нижнюю челюсть, под лопатку, в левую руку, то нужно обратиться к врачу, к специалисту. Если появляются жалобы на головную боль, и при том, головная боль постоянно, эпизодически появляется, проверьте свое давление, потому что зачастую именно таким симптомом проявляется старт от реальной гипертензии. В то же время, если появляются перебои в работе сердца, и эти перебои в работе сердца сопровождаются синкопальными состояниями, но если по-русски, то есть обмороками, либо предобморочным состоянием, то нужно бегом также бежать к аритмологу на прием, ну или хотя бы к кардиологу. Если перебой в работе сердца, большая тахикардия, но тахикардия, высокий пульс – это не 100 ударов в минуту, она может быть и у меня, то есть у любого здорового человека, а 180-200, то есть бешеный высокий уровень пульса, который сопровождается снижением давления, холодным липким потом, также необходимо обратиться к специалисту для дообследования и выяснения, почему и что это. Ясно. Ну вот это очень важный сейчас вот такой аспект, да, потому что я думаю, что телезрители, если услышат нас, ну хотя бы пройдут диспансеризацию. Для начала. А до 40 лет можно пройти профилактический медицинский осмотр, который, в принципе, от диспансеризации практически не отличается, да, объем, ну чуть-чуть поменьше объем, да, но то, что мы сейчас назвали, да, вот, и исследование крови, да, и электрокардиограмма и так далее, и так далее, то есть все это как раз входит вот и там, и там, да, и получается человек проверится. И это все замечательно, вот буквально так же с приема пример, молодой мужчина, 45 лет, диспансеризация, то есть ему пригласили, он говорит, дай-ка я пройду, почему нет, ни разу не был в больнице. Причем занимает это 30-40 минут от силы. Так вот, он пришел, ему сделали ЭКГ, впервые в жизни снимают, а там очень часто из желудочковых экстрасистов, у него большие глаза медики под руки, и давайте мы вас госпитализируем. Но он убежал, он говорит, я же себя нормально ощущаю. Потом вернулся к нам, решил все-таки, да, информация пришла, он ее проанализировал, обратился. Так вот, у мужчины выявили при обследовании 50 тысяч желудочковых экстрасистов. Это очень много, это угрожаемое состояние, в том числе по риску внезапной смерти у него колоссальной. Он не ощущал их, вот совсем, от слова совсем. То есть нашли случайно на медосмотре. Направили на обследование, направили на радиочастотную абляцию, ему прижгли очаг и ритми, он теперь бегает довольно счастливый и благодарит ту медсестру, которая пригласила его пройти диспансеризацию. Это один вариант. Другой вариант, также у мужа повысилось давление, стали проходить обследования, и жена решила заодно обследоваться. У мужа гипертония, да, а у жены оказался высокий холестерин, уже образуются бляшки в сосудах, питающих головной мозг, в нижних конечностях. То есть, опять же, атеросклероз, он же бессимптомно протекает до поры до времени. Это, опять же, в пользу того, что нужно ходить все-таки. Даже если у вас ничего не болит, не ожидайте, когда что-нибудь отвалится, случится катастрофа, а самим активно проходить медосмотры. Они придуманы не зря. Владимир, а вот какая-то должна быть все-таки, ну, своеобразная аптечка, так скажем, назовем, да, вот именно пациентам вашего профиля? Пациентам нашего профиля, во-первых, нужен тонометр. Начнем с инструментов. С базового. Да, с базовой настройки. И при том, тонометр желательно, чтобы он был... Ну, механикой не все могут мерить, если это автомат, то автомат, который одевается именно сюда. Кистевые тонометры для пожилых пациентов, они часто обманывают, потому что чем выше атеросклероз, то есть бляшки в сосудах, тем более жесткие сосуды и хуже точность этих приборов, поэтому прибор должен быть нормальный по размеру руки, то есть не большая манжетка, не маленькая, а по размеру вашей руки. Это раз. И он должен включаться в розетку, потому что, когда батарейки подсаживаются, ну, они врут наглым образом тонометры, а мы на основании их ориентируемся. Это раз. И второй нюанс, если есть нарушения ритма, такие как фибрилляция предсердия, то есть аритмия, то автоматы порой не понимают, какое давление. Поэтому здесь лучше либо покупать механику, тонометр, чтобы точно понимать, какое у тебя давление при аритмии, либо же специально есть тонометр для таких пациентов, в которых два варианта измерения давления по двум методам, и осциллографический, и по методу коротковый. Такой вот нюанс для наших аритмологических пациентов. В плане медикаментов, естественно, если у пациента есть и суммическая болезнь сердца, верифицированный, выставлен диагноз, либо уже перенесли инфаркт миокарда, таким пациентам необходимо иметь средство первой помощи, это нитроспрей, нитроглицерин. Но опять же нюанс, если появился приступ боли, прежде чем брызгать, если вы в зоне досягаемости тонометра, измерьте давление. Часто бывает, давление, допустим, появилась боль, давление 100 на 60, они брызнули нитроспреем, давление резко падает ещё ниже, и уже коллапс, уже обморок. Поэтому здесь нужно аккуратненько. Также необходимо иметь средство первой помощи при гипертоническом кризе. То есть если давление повысилось, чтобы помочь себе самому, таблеточка, допустим, КПТН, то есть те средства, которые приписывает доктор. Мы не будем сейчас назначать лечение, потому что у каждого человека индивидуально есть аллергические реакции на препараты. Но обычно эти моменты обговариваются на приёме с доктором. Что мне нужно иметь на первой помощи, либо что мне нужно собрать с собой, если я поеду в санаторий, в отпуск, на море, куда-то на дачу. У нас впереди сейчас весна-лето. Поэтому необходимо к врачу обратиться, чтобы вам подобрали и разработали индивидуальный пакетик первой помощи. Но вы некоторые уже заболевания назвали, с какими у вас попадают именно в отделение ваше, да? Но это ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма и так далее, да? Но вот всё-таки ишемическая болезнь сердца, да, вот и гипертония, да, в том числе, которая приводит потом всякие последствия. Вот наследственный фактор, наверное, всё-таки здесь нет вот такого явного прям, да? Но предрасположенность всё-таки есть, да? То есть насколько важен анамнез вот именно? Вот я хочу, чтобы сейчас пациенты тоже наши услышали, да, наши телезрители. Мы всегда спрашиваем обязательно наличие инфарктов и инсультов. Предосположенность всё равно же есть, всё-таки, если у кого-то из родителей там… Да, если есть, у мамы, то есть всегда вопрос стопроцентный есть во всех анкетированиях пациентов, есть ли инфаркты и инсульты у мамы и у папы. То есть это первый вопрос такой должен быть. И опять же, второй вопрос, спрашиваем, когда, в каком возрасте. Если был инфаркт у папы, допустим, там, в 8-10 лет, ну, как бы уже… Ну, это другой уже, конечно. Это совсем вопрос. А если, допустим, папа умер в 40 от инфаркта, если дедушка в 42 от инфаркта… Некоторые лёгкие давления, опять же, тоже. Ну, это уже вопрос, а нет ли у этого человека семейной гиперхолестеринной медики, когда бешеный огромный холестерин, и поэтому умирает в раннем возрасте. Другой вопрос, бывает ещё смерть не только от ишемической болезни сердца, бывает и нарушение ритма, тоже семейный характер, который генетически носит характер, и тоже там в молодом возрасте резко, внезапно, на фоне полного благополучия, порой при занятии спорта, погибают пациенты. Поэтому семейный анамыз очень влияет, и если есть в семье родственники, рано ушли из жизни по причине сердечных заболеваний, то тоже необходимо всё-таки более внимательно к себе относиться и обращаться на диспансеризацию, за просто плановым прийти к врачу и сказать, доктор, вот мне, допустим, исполнилось 45 лет, это я про мужчин, и вот хочу обследоваться и узнать, в каком состоянии находится мой организм, и что сделать, чтобы он оставался таким же. Такие пациенты сейчас появляются, их мало, я безумно радуюсь таким пациентам, потому что любое заболевание проще и дешевле профилактировать, чем потом лечить, но тем не менее радует, что сдвиг у нас появляется, и уже активные ответственные товарищи тоже присутствуют. Ольга Владимировна, а насколько важна реабилитация пациентов именно от кардиологического профиля? Сейчас это очень, да, такое важное значение занимает в нашей работе, именно реабилитация. Реабилитация важна, потому что все эти операции, что стентирование, что коронарное шунтирование, они призваны к тому, чтобы пациента после этого вернуть в строй, чтобы он вёл обычный, привычный образ жизни, потому что это те операции, которые возвращают качество жизни потом. Поэтому здесь нужно, естественно, заниматься спортом. Порой пациенты думают, ой, мне сделали операцию, мне нельзя шевелиться, всё, я вот замру и буду сидеть не шевелять. От этого толку не будет, потому что сердце – это насос, и мы знаем, что гиподинамия – это большой вред для организма. Если человек не будет заниматься, ну, ЛФК, не будет заниматься кардио-тренировками, то ничего хорошего не получится, потому что если мы поели, поспали, поспали, поели, то насос наш будет работать именно на этот функционал. И поэтому, если он даже поднимется потом на второй этаж, он сразу задохнётся. То здесь нужны тренировки правильные. Также пациенты после коронарного шунтирования потом звонят и говорят, я вот ушёл, наконец, в деревню, а оттуда уже вызывал машину, назад я не вернулся. Но потому что он раньше доходил до соседнего дома, и там приступ стены кардио, дальше он не ходил. А это он довольно счастливый, вернулся с больницы после операции, и пошёл гулять, контролировать местность, то есть по всей деревне, всем кричать, здравствуйте, я вернулся. Это всё здорово радует, но нагрузку, как в спорте, даём плавно, потихонечку, чтобы она не навредила, нагрузка чрезмерная физическая на организм. Владимир Владимирович, а кто вот именно принимает участие именно в программе разработки вот этой реабилитации? Вот какие специалисты? Ну, понятно, что с вашим участием обязательно, да, кардиологи в этом участвуют, да? То есть мы даём допуск на физическую нагрузку. И рекомендации обязательно, да? Объясняем пациенту, то есть какую нагрузку ему можно тянуть. Опять же, это всё индивидуально, то есть у кого-то, с чем они изначально пришли к нам. То есть если там уже два инфаркта, и всё, что можно, уже отвалилось, растянулось, то там уже будет, чтобы заниматься физкультурой, или там ЛФК, или чем-то ещё, уже вопрос не стоит, а просто вернуть к жизни, чтобы потихонечку как-то существовать, радовать до жизни. А если это молодые мужчины, у которых, в принципе, они жили полной жизнью, то здесь тоже полное восстановление идёт. Но есть ограничения, потому что если операция на сердце, открытая операция, это же всё-таки кость, грудина, её же распилили. И в данном случае, если мы ногу сломаем, у нас же месяц покой, мы же не наступаем на больную ногу, то же самое и здесь. Но со спортом так не возникает вопрос, как с рулём. У всех же машины, все же хотят поскорее сесть за своего железного коня. А почему мы запрещаем сразу садиться за руль? Потому что любая внештатная ситуация – это резкие движения руками, а грудина распилена, они же не подтянут. То есть там резкое движение, боль и авария. И в данном случае здесь нужно всё-таки воздержаться. В идеале это три месяца, ну хотя бы два месяца, чтобы всё зашло, чтобы всё хорошо уже скрепилось, и потом спокойно заниматься своим любимым делом. В плане реабилитации у нас также имеются и санатории, в принципе, нашей Ульяновской области. Есть санатории не только Ульяновской области, но и по Российской Федерации. Если есть показания и возможности, то, да, можно отправить пациента в санаторно-курортное лечение. Опять же здесь не забываем, что есть нюансы в плане нарушения ритма, потому что часто рука об руку идут и шумическая болезнь сердца, и фибрилляция предсердия. Если у нас есть у пациентов нарушение ритма, то там часть любимых магнитов на коленке и так далее уже отваливается. То есть это электролечение, всё, что включается в розетку, им противопоказано. Но никто им не мешает ходить по лестнице, там, допустим, гулять, правильно питаться, что тоже важно, получать заряд положительных эмоций, это общение с другими отдыхающими. Поэтому санаторий это тоже замечательно. Владимир, ну вы отчасти уже сказали об этом, да, но всё-таки не могу не спросить. Вот как, ну сказать, что помолодела, да, и патология сердечная, кардиологическая, она помолодела. Но всё-таки вот как сделать так, чтобы вот этот возрастной ценз, да, ну как-то вот немножко отдалить, да, вот это возникновение ишемической болезни сердца, там, нарушение ритма и так далее, да, вот этот порог как-то вот немножко сдвинуть, да, вот. Ну, исходя из этого вопроса, да, какие рекомендации вы бы дали нашим телезрителям, да, и нашим зрителям вообще в целом, чтобы вот именно действительно дольше сохранять, да, здоровье кардиологическое? В первую очередь, да, это контроль массы тела, это не пустой звук, потому что за ожирением идёт следующее. То есть первый контроль массы тела. Это метаболический синдром, то есть это повышение сахара подтягивается, повышение холестерина. Второе? Второе – это контроль давления, и даже если вы себя потрясающе ощущаете, ну хотя бы иногда… Утром и вечером достаточно самоконтроль. Да, утром, вечером давление мы измеряем, чтобы убедиться, что это есть. Третье? Третье – это контроль лабораторных показателей, то есть хотя бы раз в год, если мы про молодёжь, сдавать креатинин, то есть как почки работают, печёночные ферменты, холестерин, сахар, чтобы понимать, что у вас всё нормально. Ну, мы, кстати, уже сказали про диспансеризацию. Да, 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 как раз это туда и входит, да. И если вам приписали медикаменты, нужно регулярно их принимать. Не по чётным числам, там, по нечётным я отдыхаю, берегу свою печень и так далее, а регулярно, ежедневно принимать препараты. И также заинтиспортом, потому что гиподинамия… Ну, хотя бы физической активностью, да? Ну, 10 тысяч шагов нужно вышагивать. Ну, хорошо. То есть машину поставили и начинаем гулять тем более. И пешочком. Да, и пешочком. Хорошо. Спасибо большое, Гладильевна. Такой хороший продуктивный разговор, я думаю, получился очень полезный. Ну что ж, я всем желаю удачи, всем желаю успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Смирнов.